Руководитель учения, генеральный директор Ледового дворца Дмитрий Назаренко сообщает администратору о том, что произошло возгорание и просит объявить по системе оповещения об эвакуации, открыть запасные выходы. Старший администратор по телефону информирует дежурные службы о возникновении чрезвычайной ситуации. По легенде, пожар возник в помещении кафе. Об этом объявляется по громкоговорящей связи. В это время сотрудники автостоянки принимают меры к освобождению проезда пожарных машин и, по указанию начальника караула, помогают выбрать правильное расположение для прибывающей специальной техники. Охрана организует оцепление Ледового центра, чтобы ограничить проход людей внутрь. После эвакуации выясняется отсутствие одного человека и предполагается, что он, возможно, находится на трибуне основного ледового поля. Прибывшая команда пожарного расчета находит пострадавшего и оперативно принимает меры по его транспортировке через специальный выход в здание с помощью спасательных устройств. Тренировочное учение у нас проводится в соответствии с планом основных мероприятий, которые утверждаются на следующий год. В этом году у нас запланировано 8 пожарно-тактических учений. Соответственно, Ледовый дворец выбрал с теми показателями, что объект является объектом с массовым пребыванием людей. И, скажем так, есть над чем тренироваться, и чтобы в дальнейшем отработать слаженность боевых подразделений пожарной охраны, расположенного в Одинцовском гарнизоне пожарной охраны. Пожарная команда находит очаг возгорания. В помещении кафе горит мебель, и огонь быстро распространяется дальше. Пожарные приступают к ликвидации пожара. На месте работают три автоцистерны. Одна из них подведена к водоему, который находится на расстоянии 150 метров. У главного входа в Ледовый устанавливается трехколесная лестница на балкон, прилегающий к кафе, и туда подается ствол от техники. Традиционные пожарные учения, которые у нас проходят каждый год, прошли, так же, как и в прошлые годы, на самом высоком уровне. Наши сотрудники показали свою организованность, профессионализм, своевременно были эвакуированы, своевременно были проверены помещения, своевременно была вызвана пожарная охрана. И сотрудники пожарной охраны очень быстро приехали и провели все необходимые мероприятия для ликвидации условного возгорания. Пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из здания, привлечением техники и использованием средств имитации пожара проводятся достаточно часто. Основной целью таких тренировок всегда является проверка слаженной работы служб по эвакуации людей из здания и оказанию помощи пострадавшим. И что особенно важно, это помогает закрепить правильные действия в случае пожара. А некоторых психологически подготавливают к спокойному и рассудительному поведению в чрезвычайной ситуации. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Один Соло».